Уилсон Мартин с самого детства любил всех животных и знал, что когда вырастет, то обязательно будет им помогать. К счастью, его планы и мечты сбылись. Сейчас он берется за самые безнадежные случаи и всегда выходит из них победителем. Этого пса, ставшим героем этой истории, зовут Собра и он доживал свои последние часы жизни, лежа в тени автомобиля. Уилсону не сообщал о собаке. Он просто заглянул под машину, и то, что он там увидел, привело его в ужас. Под машиной, словно мертвый, лежал пес. Как долго он там находился, неизвестно. На его голове была очень серьезная рана. Уилсон взял пса на руки и заметил, что он еще дышит. Вот только состояние его было критическим. Нужно было немедленно действовать. На счету была каждая минута. Так как в ране уже были черви, которые поедали его плоть. Мужчина тут же помчался с ним к своему знакомому ветеринару. Ведь понимал, что с таким тяжелым состоянием могут справиться только настоящие профессионалы. Дыхание собаки было сбивчивым. И Уилсон подул ему на ноздри, чтобы он мог вдохнуть воздуха. Тут же ему пришла в голову кличка Собар, что значит дуновение ветра. Собра вкололи обезболивающее и он погрузился в сон. Ветеринары обработали рану перекисью водорода и серебряным спреем. Настало время для более сложного этапа операции по спасению. Теперь нужно было извлечь из раны личинок. Эта задача представлялась совсем непростой, так как их было очень много. На это ушло почти два часа. После операции рану тут же смазали мазью, которая оказывает немедленное дезинфицирующее действие, а также способствует быстрому заживлению и восстановлению кожного покрова. Собра держался молодцом, за все время не издал ни единого звука. Счет из клиники был немаленьким. Мужчина был уверен, что с помощью его друзей из Facebook они обязательно справятся. Ведь это того стоило. Каждое живое существо заслуживает шанс на жизнь, пока еще есть возможность его спасти. Через три дня он пришел его навестить. Собра уже намного лучше выглядел и смотрел на своего спасителя глазами, полными благодарности. Это была первая хорошая новость. А затем последовала и вторая, через две недели Собра полностью поправился и покинул клинику. Уилсон взял Собра к себе и подарил ему новую жизнь. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.